Привет, мои зайчатки и жевшики! Вы смотрите «Мнение дилетанта» и, соответственно, на экранах видите главного дилетанта Советского Союза, Алексея Халецкого. Время дилетанта Советского Союза В общем, требует к себе особого отношения и в этом видео я постараюсь объяснить, почему к россиянам вообще такое отношение в мире в принципе, такая вот русофобия. Естественно, я в первую очередь обращаюсь к так называемым хорошим русским, которые против войны, против Путина, но их обижает такое отношение к себе и оскорбляет. Двумя словами на это можно ответить «перестаньте оскорбляться и обижаться», естественно, но дальше будет более развернуто. А с расистами, конечно, разговаривать уже не о чем. Мне это, знаете, напоминает историю, когда сосед в каком-нибудь многоквартирном доме думал, что все соседи против него что-то задумывают, не любят его, ненавидят. Ну, такая биполярочка или шизо, не знаю, что там у него есть. И ходил постоянно там, то насрет перед дверью говном ручки обмажет, то какому-нибудь соседу колеса проколит, потому что ему покажется, что так сосед на него как-то недобро взглянул. И вот, представьте, соседям это все надоело. Они собрались, отметелили его. И вот тут он такой «да, вот видите, все ваше нутро и вылезло, вы реально меня ненавидите и не любите». Он закрывается у себя в квартире и оттуда только что-то вякает. Поэтому расистам уже объяснять просто нечего. А вот так называемые хорошие русские, особенно подогреваемые российскими блогерами АК, политическими обозревателями типа Максима Каца, Юлии Латыниной, да вообще всей российской оппозиции почему-то очень удивляются, что их везде не любят. От них я читаю, слышу, что Европе или другим странам, куда они эмигрировали, могут понадобиться вот эти хорошие русские, как хотя бы для борьбы с Путиным. Так вот, я спешу разочаровать. Ни Европе, ни каким другим странам никакие русские вообще в принципе не нужны. И никто России помогать бороться с Путиным не будет. Украине будут помогать, России, россиянам, где бы они ни были, не будут. И я это говорю как белорус. Знакомый с ситуацией в Беларуси, прекрасно зная, как белорусам кто-либо когда-либо в чем-либо помог. Да, конечно, со своей имперской башни вы можете сказать, где Беларусь, а где Россия, где белорусы, где россияне. Конечно, белорусов никто не знает, они никому не нужны, им никто не помогает. А вот россиянам обязательно помогут разобраться с Путиным. Нет, ребята. Мир давно пришел к тому, что если сам человек чего-то не хочет сделать, то за него это делать никто не будет. Вот вы представьте Россию как один организм, если сама Россия внутри не избавляется от этой болезни, которая ее пожирает, то и мир за нее заниматься этим не будет. Он будет помогать Украине. Потому что Украина с этой болезнью борется на своей территории. Сегодняшняя Европа или вообще коллективный Запад в принципе относится к любой русскости негативно. Как бы эта русскость не проявлялась. Русским языком, русской культурой, вообще тем фактом, что вы русский. И вот эта русофобия, то есть действительно боязнь русского, она стремительно по Европе распространилась. Я постараюсь объяснить вам, что на это есть реально веские причины. Ну, во-первых, Россия ведет войну 19 века оружием 20 века в 21 веке. Это вообще уже выглядит дико во всех современных странах, которые на это смотрят. Возможно, в Северной Корее и Иране это еще можно восприниматься как само собой разумеющимся. Но для всех остальных это выглядит очень дико. При этом начало этой войны резко триггернуло все народы, которые до этого находились под влиянием России, которые из-под него выбрались и имеют независимость. То есть страны Балтии, страны Восточной Европы, Польша, Чехословакия бывшая, Украина, само собой, Молдова. То есть они сразу мгновенно просто начали хоть как-то помогать Украине и тормошить все мировое сообщество, чтобы, не дай бог, Россия не победила. То есть проснулся страх вернуться в империю. И это, естественно, всколыхнуло неприязнь к народу-гегемону этой империи. Как бы пропаганда Кремля вас в этом не убеждала, но русофобия не была причиной и необходимостью для проведения специальной военной операции. Но то, что она стала следствием этой специальной военной операции, сто процентов. Так как многие из вас не изучали историю, либо помнят ее хреново, я вам опять приведу несколько примеров. Великая Отечественная война. Илья Эренбург пишет знаменитую статью «Убей немца». Константин Симонов пишет стихотворение «Убей его», называющееся. Так убей же хоть одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. 1942 год. В общем-то, это стихотворение и, самое главное, это статья Эренбурга «Убей немца» сыграли главную роль в формировании немцев во Второй мировой войне как главного врага. Вот пишут, Адольф Гитлер лично распорядился поймать и повесить Эренбурга, объявив его злейшим врагом Германии. Нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище «Домашний еврей Сталина». И все потому, что вот этот лозунг «Убей немца» ушел в народ. Так вот, считайте, сейчас это все повторяется. Слова «Убей русского» стали девизом для миллионов, десятков миллионов украинцев, а также для десятков миллионов сочувствующих им жителей Европы. Особенно в странах Балтии, опять же, я повторяю, Польши, Чехословакии, а также во многих странах, куда прибыли украинские беженцы. Можно сколько угодно возмущаться, что так произошло, и не принимать, и говорить, ну как же, что ж вы всех под одну гребенку? Ну это уже произошло. Это произошло. Вы просто, ну, вам нужно этот факт принять, что вот такое отношение к россиянам, к русским, я говорю, кстати, к русским, потому что я думаю, если какой-нибудь, как ни странно, бурят, которых дофига участвовало в этой войне, но тем не менее, даже если бурят будет где-нибудь во Франции и будет о своем бурятском разговаривать, к нему никаких претензий не будет. Так вот, ваша проблема в том, что вы, находясь в этих странах, куда вы эмигрируете, продолжаете себя вести, как будто вы русский. Просто не повезло с Путиным, я его не выбирал, я не такой, но я русский. И приходя ко мне в комментарии, вы так же себя ведете. И общаясь с украинцами, вы так же себя ведете. Но в глазах большинства людей в мире вы все равно такие же, потому что вы русские, и вы ведете себя как русские. Я уже молчу о том, что вы должны понять, что для многих стран уже нахождение русских у себя на территории в последнее время начинает становиться опасным фактором, угроза для их безопасности. Какой бы вы ни были широкой души человек, каким бы вы ни были хорошим, к вам в душу никто не залезет, и нету приборчика на границе, который проверяет, насколько вы классный чувак. Но как только вы начинаете вести себя русский, как русский, то есть разговаривать по-русски и возмущаться тем, что на вас косо смотрят, вы таким образом подтверждаете их теорию, что вы угроза. И тут, как не вспомнить еще телеканал «Дождь», который выперли из Латвии за то, что в эфире их ведущий пожалел русских солдат, что они там замерзают на фронте. Ну, я сейчас вставлю лучше, что он конкретно сказал. Наш Телеграм-бот, мы практически всем отвечаем, многие из написанных историй на нашей почте и Телеграм-бот становятся опубликованы. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в урс. Ну, я должен пояснить, что в Латвии наиболее тяжелая ситуация с русскоязычной диаспорой, потому что она там самая большая по сравнению с другими странами Балтии. Там, по-моему, треть населения это по национальности русские. И там есть большие проблемы, что многие из них не получают гражданство, что они не граждане, потому что не хотят учить латышский язык и историю Латвии. И из-за этого в обществе, именно из-за этого существует напряженность. И тут средства массовой информации, российская, выпячивают свою русскость и показывают свои связи с вроде как покинутой родиной. Вы должны понять вот эту важную штуку, что от россиян вообще вот за рубежом, и, например, от телеканала «Дождь» ожидали, что он будет русскоговорящим, но латвийским, европейским по духу, понимаете? То есть он будет транслировать точку зрения Европы на Россию, на оставшихся там людей. А в итоге «Дождь» позиционировал себя и транслировал, в общем-то, как русское средство массовой информации просто с латвийской лицензией. Так вот, нету такой опции у дорогих россиян, когда вы вот так эмигрируете в другие страны сейчас. И тех, кто живет в этих странах, тоже нету такой возможности вот так продолжать позиционировать себя, что я русский. Для практически всех стран Европы Россия — это враг без всяких экивоков, нюансов, подробностей, неоднозначности и прочего. И в этих условиях, когда какие-то русские иммигранты начинают там рассуждать о том, что хорошо, а что плохо для России, особенно меня после этого еще дико раздражало, вот «Дождь выперли», и там куча вот этих оппозиционных блогеров писали, что вот «А вот Латвия зато ведет бизнес с какими-то там российскими олигархами, их не выпирают». Да, потому что эти олигархи вот так не выделываются, как дождь, понимаете? Это хитрожопые люди, которые максимально себя не показывают русскими, понимаете? И с ними ведут бизнес. А вот как раз ваше дело, оппозиционных блогеров, собрать о них информацию и долбить европейские системы, там суды, не знаю, куда там обращаться. Но это ваше дело выяснить, куда обращаться. И говорить, что вот этих ребят, их надо под санкции выпереть из Европы и прочее. А вы вместо этого, вы понимаете, мало того, что дождь зашкварился, так вы еще и наезжаете на латышей, что они каких-то не тех русских выперли. Как будто им до этого есть дело. Нет, еще раз повторю, нету никому дела до никаких русских сейчас. Постоянно педалирование темы будущего России, типа, вот, европейцы должны думать о том, что будет в будущем России, что вот вы выпираете этот дождь, не думая о том, что он может рассказать что-то там. Кому-то они дают визы оппозиционным каким-то деятелям, хотя они могут в будущем стать лидерами российской оппозиции. Вот такая вот полная хрень. Вас должно волновать, единственное, это будущее Украины. Вот если Украина победит, тогда возможно, только возможно появится какое-то будущее в России и Беларуси. Поэтому вас всех должно волновать только будущее Украины. И то, как больше им оружия поставить, как можно быстрее закончить эту войну, чтобы Россия убралась с Украины, только таким образом. Хотя, если откровенно говорить, то если заходят слова о русской культуре, то на самом деле какой-либо отмены русской культуры лично я, например, в США не особо вижу. То есть, тут как был Чайковский звучит на Новый год постоянно, так и остался. Как ставят, по-моему, в Ласкале, например, сезон открылся оперой Мусоргского вообще, но это Италия, это не США. То есть, конкретно русскую культуру всё-таки не отменяют. Но если мы говорим про государственность, то тут подавляющее большинство сходится на том, что лучше бы России в будущем не было. Ни путинской, ни антипутинской. У России был шанс создать демократическую страну, и он провалился. И в демократических странах сложилось впечатление, что русские просто не в состоянии создать что-либо демократическое. В любом случае, через какой-то десяток лет Россия опять вооружится, скажет, это наши земли, мы сейчас всем вам расскажем, как лучше жить, и пойдёт ещё какую-нибудь херню делать снова. Поэтому большую часть западного мира ни демократизация, ни модернизация, ни даже революция в России в принципе уже не интересует. Им насрать. Понимаете, как бы донести вам мысль, ну, я не знаю, это, наверное, сложно вам мне поверить это, просто надо быть тут, чтобы это чувствовать. Но на будущее России всем насрать. В этом и заключается главная мировая русофобия. Поэтому и иммигрантам ждать какого-то сочувствия и удивляться тому, что его нету, вообще не стоит. Ну, точно так же, как и россиянам, оставшимся в России и возмущающихся, когда их подводят под одну черту с этим спятившим плешивым путлером. Обратите внимание, что для огромной части вот этой российской оппозиции тот факт, что их за рубежом не принимают с распростёртыми объятиями, а с таким же раздражением, как и расистов, в принципе, оказалось неприятным фактом. Они были к этому абсолютно не готовы. И постоянно, напоминаю, о каких-то протестах на Болотной, там прочем. Дело в том, что вот все российские протесты, они на самом деле выглядят очень-очень лайтовыми. Особенно для людей, которые сейчас в Украине под бомбёжками находятся. Да ещё, да вообще, в принципе, они выглядят очень травоядными. А уж стремление показать свою беспристрастность постоянную, там, ну вот да, мы за Украину, но надо ещё и пожалеть наших мальчиков. Это вызывает дикое раздражение. Вы не можете быть и за украинцев, и за российскую армию. Пусть она проиграет, но наши мальчики не должны там мёрзнуть зимой, и надо бы им собрать, чтобы им поудобнее было убивать украинцев. Если армия Беларуси вдруг начнёт принимать участие в этой войне, я каждого белоруса, который ступит на территорию Украины, буду ненавидеть как своего собственного врага, потому что он пытается задавить всё, за что я готов отдать свою жизнь и превратить мир в тотальную Россию и лукашенковскую Беларусь. И здесь важно понимать, что победа в войне, к сожалению, к сожалению, это не только уход армии России с территории Украины, возвращения к границам 1991 года. Это устранение России как угрозы вообще. Потому что уход армии совершенно не означает, что через 5, через 7 лет Россия не повторит то же самое. А российские оппозиционные товарищи, телеканалы и прочее, не могут этого осмыслить и транслировать. Потому что они будут тогда предателями Родины. Они боятся это говорить. Нет, есть несколько человек маргинальных, маргинальных, которые это говорят. Но Россия должна быть устранена как угроза. И это ещё одна из причин, почему русские иммигранты находятся в диссонансе с принимающей стороной в тех странах, где они находятся. Потому что они не готовы говорить вот те вещи, которых от них ждут. Там даже знаменитое видео он, по-моему, показывал на стримах в Казахстане, где даже россияне боятся сказать, чей Крым, чей Павлодар в Казахстане. Понимаете? Они даже не могут этого сделать. И не только потому, что боятся, но я думаю, что многие из них реально считают, что это всё ещё территория России. И Россия вправе претендовать на всё это. Просто они уехали, чтобы переждать призыв. Но как всё уляжется, многие из них вернутся. Вы должны понять, что вот эта формула «это война Путина» она уже больше не работает. Она считается войной России. Для большинства европейцев, не говоря уже об украинцах, это не политика Путина, а политики России, а политика России. А значит, и всех русских вне зависимости от их позиции. И тех, кто так думает, желают не поражения Путину, а поражения России. И уже никто не собирается отделять одно от другого. Три обстоятельства. Русофобия в западном мире не вымысела объективная реальность. Для этой русофобии есть веские причины, и она следствие. Личная позиция и заслуги в борьбе с режимом больше не является индульгенцией ни в Европе, ни в США, ни уж тем более в Украине. Все я вам это говорю для того, чтобы вы стали понимать ситуацию, что ли. Для того, чтобы что-то изменить в вас. То есть, во многом вам сейчас лучше просто молчать. Вот так, да. Я понимаю, что очень хочется жалеть себя, качать права, поливать обидами уязвленное самолюбие, но сегодня это не приведет ни к чему. Вы только вызываете глухое раздражение. Украинцы вас просто нахер посылают. Все остальные вас не пошлют, но отнесутся к вам негативно. Такова ситуация в Европе и во всех странах, которые поддерживают Украину в этой войне. В мире случилась русофобия. Причиной тому стала агрессия России против Украины и закончит ее только поражение России. Сэляви. Спасибо, что смотрели. Где писать комментарии вы знаете. Прошу также распространить это видео. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! не связь украине! Сказали! Украине! Мужец Украине! Такая вот техника! Субтитры создавал DimaTorzok